хай ребята всем здорова итак ребята в общем такая вот новость у меня для вас печальная и как бы для меня блин тоже печальная новость все-таки блин все-таки вот мотоцикл лишь планета 5 легенды советского союза легендам советского мотопрома вот которая вот сейчас в идеальном состоянии практически в идеальном состоянии ну там мелкие косички конечно есть но они совсем незначительные они прям устраняются вот течение там не знаю нескольких движений рук так в общем короче еще пацаны продаю мотоцикл простой одной причине ребята причина такая вот то что у меня вообще нет времени ездить летом на меня первых honda потом кого потом урал и планета 4 мотоцикла и естественно я ездил сейчас том году я ездил на honda два года назад и буквально на планеточки я проехал километров 400 так 400 может быть что-то такое вот 500 может край это то это уже прям под самый конец когда уже на скоростном мотоцикле стало невозможно ездить температура потому что плюс 3 и вот так вот на планеточки я ездил и минус 5 просто асфальт сухой снега нету вот так вот ребята покажу еще раз вот ребята очень такая вот причина да понимаете то что вообще просто когда техника простаивает я повторяюсь канал стоит тупо стоит день там гараже на режим нужно периодически заводить периодически нужно откачивать колеса очень периодически нужно следить за техникой отживательно лучше вообще конечно чуть-чуть да на ней кататься в принципе можно законсервировать поставить конечно как мне написали комментарий там один под названием настроение единорожек позитивный вот написал он типа оставь потому что вырастут дети там туда-сюда будет чем-то заниматься он совершенно прав я с этим не поспорю он прав на миллион процентов вот ребят но блин ребят пока такая ситуация вот у меня складывается в жизни то что блин то что блин как бы вообще у меня тяги нету тяги нет кататься по бездорожью по лесу вот по лесам по полям знаете уже все уже вот блин уже как бы я уже с 11 лет езди вот мне 30 как бы уже блин мы уже просто под надоел уже просто в хлам а так технику восстановить для меня прям ну как бы я просто люблю восстановить технику могу позаниматься вот для меня это совершенно прям в кайф ребят короче вот документ у меня даже есть сейчас я вам покажу документы документы старого образца когда я мотоцикл покупал если бы он даже был без документов я бы все равно бы его взял меня потому что это как бы не главная такая цель для меня была цель когда я покупал этот мотоцикл чтобы он был не совсем ушатанный чтобы не совсем ушатанный он был самый главный двигатель потому что на двигатель найти запчасти хорошие очень трудно если у вас двигали ушатанный прям в дрова то вероятность того что вы прям найдете хороший советский вот ребят позвонил покупатель сейчас видите в общем ребят вот такие вот доки до 0606 это все совпадает номерной знак даже технический талон есть короче вот как то вот так вот ребят короче вот такие вот документы документа рама туда-сюда даже пробег где-то здесь был того пройдено техосмотр пройден 92 3 так где пробег ты и мои пробег за год за год 65 500 потом 6 105 200 в общем на этом мотоцикле ездили и проходили того это очень ребята хорошо это говорит о том что у него история совершенно другая не как у другой техники которые обычно купят в деревню и все и возит на нем сено колхоз короче все что подряд и все как бы на нем ездить 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 не т.о. ни техосмотр ничего не проходит а здесь просто как бы люди были порядочные проходили того в общем вот так вот ребят ну это уже как бы не суть важно это бумажки для меня вообще можно сказать ничего не значит даже бы если он был без документов документы сделать очень легко продается грубо говоря рама на лишь с номером и все двигатель идет как запчасть по закону бывает конечно там менты докапывается но блин ты если ты им покажешь то что указ там не указ а приказ и статью пункт покажешь они уже спорить с тобой не будут короче как то вот так вот да и вообще блин это так бы не столь важна суть потому что ребята я езжу это сами знаете где для какой цели был куплен мотоцикл чисто как говорится для себя вспомнить молодость вспомнить вообще былые времена вот и покататься по бездорожью леса поля по грязи я на нем ни разу не ездил по грязи я не любитель грязи меса могу сказать и в дождь я всего лишь попадал на нем раз наверное так три в дождик один раз помню вообще в сильный ливень прям попал после переборочки поехал вообще буквально накатал там километров может 500 еду уже ночью парнишки сильный ливень такой начинается блин вообще весь промок потом быстренько помыла и все и все нормально очень ребята поворотники вот такие вообще хрень полная они стоят то ли по 200 рублей все 4 что-то такое не знаю то ли 300 там ну короче не айсовские поворотники то работают то нет могу даже продемонстрировать вот допустим левый я включаю левый поворот тут нет контакт сейчас он появится вот все он работает вот этот вот задний если вы тоже пошевелитесь как-то он тоже будет работать но это все хрень я только зря потратил деньги на эти поворотники беспонтовые нужно было купить на разборе там ямаховские или какие нормальные уже поставить или железные знаете советские такие вот родные идут вот эту вот вещь да а так вот ребята короче как-то так вот вот прощали как говорится голос планеточки сигнал на блин сегодня уйдет она от меня блин конечно я сожалею ребята очень и очень и очень жалко мне но блин как говорится когда ты продаешь технику нельзя прям вообще прям но слишком сильно печалится и плакать потому что она нового хозяина не будет работать будет постоянно ломаться но как говорит покупатель то что он говорит он ездит аккуратно и так далее ну в общем я надеюсь надеюсь на это надеюсь очень вот ребята вот такой рассказ пробег на данный момент 2905 2905 спидометр специально занижена стрелка чтобы правильно показывал по gps в общем как-то ребята вот так вот блин даже не знаю что сказать еще бак здесь новый боковинки новые карбюратор новый к 68 д очень экономичный расход смешанном цикле лес поля так далее литры 4 а если чисто лес то пять с половиной литров он ест если чисто лес и поля и все без трассы то есть 2 максимум 3 скорости вот короче так вот а по трассе этот карбюратор жрет три с половиной литра даже иногда 3 ну смотря как ехать резина здесь новая в общем в чем суть ребят суть в том то что факт не то что я вот продаю его факт в том сколько не сколько вообще я потратил времени на восстановление всего это ведь представляете нужно было все зачистить все полностью все даже вот эти вот ручки нужно было все зашкурить загрунтовать покрасить и покрыть лаком болтики абсолютно все вот эти вот новые все болтики винтики на мотоцикле новые кроме вот этих четырех раз с той стороны и два и тоже с той стороны и все а все остальные крепления абсолютно новые абсолютно все все крепления новые болты вот продаю за 27 рубасов блин ребята вот такой аппарат пацаны снимай на экшн камеру ребята чтоб было видно все на солнышке блин ребята моти какой но блин жалко продавать но буду надеюсь что витя будет есть нормально не будет ушатывать его ты этот мотоцикл ребята легенда советского союза за него вообще нисколько не не стыдно вообще блин что он вообще вещь может быть через сколько-то лет если даже я себе захочу опять планетку ребята вы знаете я позвоню видите и скажу давай продавая не обратно планетка потому что как говорится люди две движутся люди движутся продвигается как-то вперед как бы по ступеням как бы вперед движется пересаживаются на технику на более выше 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 как бы другой мотоцикл с русского автопрома уже на иномарке и так далее вот ребят ну а я чего я фанат ребят я ребята просто фанат советской техники все но блины конечно иномарочки я люблю тоже курса они как бы ну ты чувствуешь разницу прям совершенную разницу что ты едешь на хонде там 250 что ты едешь на планетке вот по лесу блин тоже кайф ребят но кто эту разницу не чувствует тот я скажу как бы не истинный мотоциклист а то стоит разницу чувствовать ребята тот настоящий байкер потому что у каждого четкого пацана молодости был всегда и жак ребят как не крути жак остается легенды такой карп такой цилиндр еще маленечко тут покатаюсь чуть-чуть блин конечно надо бы одеть шлем я без шлема ребят поставить камеру блин и вот все прям ну блин у меня уже видосики есть как на планетке катаюсь очень как-то вот так вот пацаны такой вот мотоцикл ребята я уже просто-напросто не знаю что сказать вам я уже ребят просто-напросто не знаю что сказать у меня просто все мысли понимаете об одном то что вот сейчас ежак есть да вот сейчас скоро приедет покупатель и жака уже не будет короче как-то так вот я даже ребят не знаю через какое время вы увидите этот видос потому что у меня выкладывать его совершенно никакого настроения нет может быть когда-нибудь и обязательно вы увидите этот видос так что пока вот ребят такой вот ежачок такой вот ежачок мне уже ведь звонит да ведь что-то ну чё ребята все видел уже на подъезде он уже меня ждет короче все поехал вот короче привязали вот так вот не мотик вещь он дарит такие эмоции то что вообще блин что там говорить короче вот такой вот мотик ребята во ниточка вот вот у Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok